Всем привет! Сегодня мы будем снимать утечку тока на аккумуляторе автомобильном. Когда стоит автомобиль день-два, ну или больше, уходит напряжение непонятно куда, и потом, когда владелец приходит запускать автомобиль, автомобиль просто не заводится, потому что не крутит стартер, а не крутит стартер, потому что сел аккумулятор. И сегодня мы будем искать, точнее не искать, а я вам буду показывать, как это проверить, когда автомобиль стоит, как узнать, что автомобиль в заглушенном состоянии, то есть в режиме спокойствия, как узнать, что он у нас все-таки берет на что-то напряжение. Нам для этого понадобится вот такой вот прибор, это мультиметр. Для того, чтобы делать нужную нам функцию сейчас, ставим прибор вот на 10 ампер. Вот это положение сейчас нам надо будет. Потом берем красный провод, это я вам показываю просто для, как его собрать, то есть в приборе 3 гнезда, собираем вот в таком вот положении, собираем. Ну и теперь идемте к автомобилю, посмотрим. Теперь вот смотрите, я вот подошел к аккумулятору, вот прибор я ложу сюда. Давайте я вам даже вот так его переверну. Как это все собрать, то есть как это все подключить. Я первым делом отключаю массу, снимаю массу, потом включаю массу. Это у кого есть масса, у некоторых автомобилей в иномарках там массы нет. Поэтому снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем вот этот вот черный щуп, подсоединяем вот сюда, то есть на массу. А красный берем, ставим на минус аккумулятора. И ждем, пока оно перестанет прыгать. То есть что мы видим? 0,7. 0,7 это допустимо. Допустимо вообще 0,5, 0,6 и 0,7. То есть что идет уже выше, то уже что-то на себя берет. Это число допустимое. Сейчас я хочу вам показать, продемонстрировать. Что-нибудь включу в автомобиле с потребителей. И посмотрим, насколько наши значения поменяются. Включил я в общем габариты. Это то есть стояночный свет. Теперь давайте посмотрим, как оно изменилось. Видите, насколько выросло у нас. Это уже, естественно, это уже недопустимое значение. 2. Теперь давайте я вам еще раз выключу, продемонстрирую, как оно должно быть. То есть в допустимых значениях. Выключил все. Сделал, то есть в штатный режим, как оно должно быть в режиме спокойствия. То есть вот это вот число. Когда стоит автомобиль день, два, три, четыре, пять. Если, допустим, массу я не выключаю, потому что, естественно, если выключить массу, уже ничего он брать не будет. Если не выключать массу, вот такое вот число мы имеем. Это допустимое число. И я сомневаюсь, что вот это вот число посадит нам аккумулятор. То есть вот это вот напряжение. Это допустимое. Что может быть? А еще, что хотел я вам рассказать. Вот допустим, у нас что-то берет напряжение. То есть у нас здесь не допустимое число, а намного выше. Как мы можем это сделать? Что-то берет напряжение. Я советую сразу всем это делать методом тыка. То есть идете в салон или где у вас блок предохранителя и вытаскиваете по одному предохранителю. Эту всю систему оставляете подключено или берете другого человека, чтобы он просто смотрел на цифры. То есть идете в салон, вытаскиваете по одному предохранителю, смотрите. Если падает, смотрите на предохранитель, за что он отвечает и уже потом разбираетесь. Если это свет, то это свет. Если это магнитофон, то это магнитофон. Может быть где-то плохие контакты Может где-то что-то еще Поэтому вот таким вот методом Можно проверить Как автомобиль Когда стоит Куда уходит напряжение И что это напряжение берет Поэтому спасибо за просмотр